Всем привет! Вы на канале Турецкие Байки. Сегодня мы идем на пляж. Что, малышка? Сшила вот такой вот рюкзачок, мешок для пляжа. Но самое тяжелое в нем это зонтик. Без зонтика никуда, если честно. И еще мы с Галиной без зонтика. Точно. Зонтик позволяет нам долго сидеть на пляже, правда? Да. Я люблю долго сидеть и в море купаться. Пришли. Мы это место выбираем, потому что оно безлюдное. Сейчас Мерту помогу, а то он уничтожит все. Здесь обычно никого нету. Я здесь, кстати, могу видео записывать, чтобы никто не пялился. Редкие прохожие, редкие, в общем-то, посетители сюда просто не доходят. Поэтому мне так нравится. Мы купили широкий коврик такой вот, который невесомый буквально, на всю семью, большой. По-моему, тут полтора на два метра, как кровать целая. Вон мои пытаются в воду зайти. Наш зонтик. Может быть, не самого красивого цвета, но он очень сильно спасает. А теперь давайте, собственно, перейдем к болталке. А теперь я вас снова поприветствую. Извиняюсь за шум моря, но надеюсь, он нам не помешает. У нас всегда в Кушадосы несколько ветрено, поэтому всегда волны идут. И теперь я, собственно, хочу поотвечать на вопросы, которые очень быстро вы вчера накидали сообщения. Но прежде всего я хочу осветить общие вопросы. Например, на моем старом канале все время меня спрашивают, почему я не осталась на старом канале, а делаю новый канал. Ну, давайте я вам объясню. Как и многие догадались, это связано с военным конфликтом. Сейчас блогеры, которые освещают другие страны, путешествия и так далее, но по сути не нужны. Все должно быть так вот нацелено на внутрь страны, так скажем. И поэтому, ну, меня никто не будет защищать, я по сути не нужна. Тут у меня канал полностью подключен на русский Аценс. Я не хочу отключать канал от русского Аценса. Во-первых, канал нужно будет переключать на турецкий Аценс, подтверждать. Это снова будет недели три минимум, то есть очень много времени. А то и больше. Неизвестно, подключится он, не подключится. То есть вообще не хочу. Добавок, если я отключу от русского Аценса, то если шесть месяцев на Аценс не поступают никакие деньги, то канал сейчас ликвидирует Аценс. Нужно новый заводить. А новый в России не заведешь. Поэтому, чтобы сохранить свой русский Аценс, я не хочу просто терять. На крайняк я там оставлю несколько маленьких видео, чтобы просто капали копейки туда, чтобы просто не потерять свой русский Аценс. Я переношу все материалы. Огромное спасибо за терпение моим старым подписчикам, которые видели все эти материалы. Ну а тролли, не пытайтесь обесценить мои старые материалы. Они все еще интересные и актуальны. Вдобавок, когда я переношу свои материалы, это как вернуться в прошлое, но со своими теперешними мозгами. Мало кому это удается. Я каждое видео рассматриваю, вырезаю все лишнее. Например, по пандемии я лишнее поубираю. То, что уже не нужно, не актуально. Где-то я монтаж добавлю более актуальный, то есть где-то стабилизацию добавлю, где-то еще что-нибудь сделаю, чтобы это было более смотрибельно. И новые видео засияют в новом свете. Некоторые видео морально устарели, и я их заново пересниму полностью. Дальше какой вопрос мне часто приходит в комментарии. Ну, типа я в Кушадосе нахожусь, как с вами встретиться? Мои дорогие друзья, не хочу никого не обижать. Это ничего не личное. Вы должны понять, что блогер не ищет новых друзей. Любой блогер. Мы иногда даже устали от людей. Хотим просто провести время с семьей. Например, как сегодня и на пляже. Но все равно я работаю. Если вы в Кушадосе, я искренне понимаю ваше желание встретиться, поговорить о чем-то, выяснить какие-то отдельные вопросы. Но, извините, я отказываю. Это мое право как блогера. Как любой публичной личности, в общем-то, сохранять свою личную жизнь. Следующее, что я хочу сказать. Ну, мы все, в общем-то, были свидетелями событий 23-24 июня, когда музыканты давали большой концерт. Я думаю, что во всем мире следили. Не только там в Турции, или в России, или еще где-то. В общем, 23-24 удивительное событие. У меня на канале не было ни одного тролля. И вечером 24-го, видимо, музыканты отыграли. Концерт закончился. Музыка не всем понравилась. И такое впечатление, что морально отдыхать все тролли перекинулись на мой канал. Ну, вы можете, конечно, пытаться. Но я еще раз предупреждаю. Из-за того, что конфликт идет, из-за того, что много неадекватных, нереальных аккаунтов в интернете, я все модерирую. Когда все конфликты улягутся, наконец. Да и сейчас уже видно, что люди устали от всего. Просто хотят жить мирно и спокойно. Тогда я все обратно открою. Фильтр будет минимальный и так далее. Но пока что вы хотите улететь в бан. Пожалуйста, вы проявляйте свою тюркофобию, проявляйте свою славянофобию и так далее. Вы будете отлетать в бан. Теперь давайте по вопросам, которые ко мне пришли. Я, к сожалению, друзья мои, не могу называть имена, потому что выявляются только вот аккаунты. Я надеюсь, что наконец-то YouTube это пофиксит и будут отражаться имена. Но сейчас вот, когда я на другом телефоне смотрю ваши вопросы, не могу посмотреть, как вас зовут. Так, первый вопрос. Спасибо вам, было интересно послушать. Это вы пишете мне на видео, что хочет турецкий мужчина. И вопрос задаете. А почему мужчины-турки чуть ли не до пенсии могут ходить холостыми? Проблема найти женщину? Вот такой вопрос. Его так просто в комментариях не ответишь, поэтому я отвечаю здесь. Очень много есть ситуаций, когда мужчина-турок остается, в общем-то, без жены в 40-50. Какие основные ситуации? Прежде всего, консервативная семья. Когда в семье, например, отец уходит или умирает, и на старшем брате остается все. Он тащит свою первую семью, кормит мать, которая ни дня не работала, а возможно где-то подрабатывает, но денег все равно недостаточно. Братьев, сестер кормит, которых обычно очень много, потому что семья консервативная, рожали, сколько рожалось. И вот чаще всего всю свою жизнь он посвящает именно этому, тому, чтобы вырастить братьев, сестер, дать им образование и так далее. Жизнь проходит незаметно. Может, где-то в 40-50 он наконец-то всех отпускает, остается только мать, с которой он проживает, например, и он ищет кого-то для себя. Но он также будет искать того, кто смирится с тем, что он постоянно помогает семье, и с тем, кто смирится, что он живет с матерью, то есть ищет помощь матери. Следующий момент тоже, если семья консервативная. Например, подобрали ему невесту, он заортачился, не буду жениться и все. Подобрали другую, заортачился, хочу по любви. И вот так он отвергает, отвергает. Где-то есть на стороне женщина, которую отвергает, например, семья. Они так вот, ну, где-то прожили, разбежались. Толком жизни сложилось, брак не удался. И, в общем-то, так он и проживает до 40-50, нету детей. Следующий момент, какой бывает, достаточно обеспеченные мужчины. Они все ищут себе принцессу какую-то, все не те. Меняют женщин, как перчатки. И, в общем-то, ничего не получается. Под конец жизни он пытается жениться на первой встречной, что неудивительно. Обычно странно, когда обеспеченный мужчина, но без детей и полностью неженатый. Женщины-турчанки стараются подженить его любыми способами, забеременеть. Но даже забеременев, не всегда этот мужчина женится. Он искренне считает, что его хотят надуть, за деньги забеременели и так далее и тому подобное. Следующий момент, наоборот, очень бедный мужчина. Он без образования, ни на что было получить, не особо талантлив. Не смог сам никуда не выучиться. Где-то на минималке работает. Так жизнь проходит бесконечно. Спокойно, вот так вот, знаете, год за годом. И вот ему 40-50. Ни одна женщина за него, за такого бедного, не захотела пойти. И спокойно, так же он без детей, без женщины и так далее. Женщин тут цех хватает. Я скажу, что не все продуманные турчанки есть, которые и совсем на никчемных клюют, и выходят замуж из-за абьюзеров. Здесь полно-полно, особенно если семьи консервативные, запросто выходят за абьюзерами, ну там мать, отец захотели и так далее. Разные ситуации бывают. Не воспринимайте турок как, ну, мужчин с другой планеты. Ситуации жизненные такие же, как и везде бывают. Так, следующий вопрос я отвечаю. На видео мои новые турецкие штучки. Интересное, красивое видео, спасибо. Расскажите, пожалуйста, про хранение бижутерии. Может быть, у вас какие-то интересные варианты у турчанок есть. У вас каждый день новые украшения, значит, есть чем похвастаться. Да, у меня очень много бижутерии. У меня, кстати, очень много золота. Сейчас вспомнила, что какая-то женщина спрашивала, а почему я золото не покупаю, а почему я золото не показываю и так далее. Ну, во-первых, я на каждый день золото не ношу. По одной простой причине, я слишком много в своей жизни теряла золота. Я потеряла золотые часы, которые мне родители подарили, по-моему, на 20-летие. Я потеряла одну большую сережку, такую, которую мама на заказ сделала, а потом мы ее еще раз на заказ сделали, чтобы было в комплекте. Там был кулончик еще. Мы из кулончика сделали сережку. Я еще какое-то золото теряла. В детстве меня когда-то ограбили, то есть дофига и больше всего теряла. Поэтому, если куда-то в люди, везде, я лучше одену бижутерию, которую не жалко потерять. На камеру, ну, иногда у меня наступает настроение, я золото одеваю. У меня мама умерла, она была любительница золота. Все золото она мне оставила. У меня очень много золота и советского золота. Но я не хочу его заново покупать. И да, кстати, вспомнила, какая-то дамочка, ну, а-ля белопролитовая такая, знаете, нарциссическая. О, боже, вам муж на 14 февраля чайник подарил. Ну, с намеком, что не золото, а бриллианты. Во-первых, мне золото и бриллианты не нужны. У меня их слишком много. Я их просто не ношу. Ну, если я вам что-то не показываю, это не значит, что у меня этого нет. Во-вторых, погуглите, сколько такой чайник стоит. Он дорогой. И, в общем-то, на хорошие сережки, достаточно дорогие, золотые бы он сгодился. Но мне нравится этот чайник. С ним готовить чай одно удовольствие. Вот эти пузырьки, то есть, предыдущее мое видео, посмотрите, это одно удовольствие. Особенно в холодные зимние вечера, когда в полумраке закипает этот чайник, красиво пузырится, но это просто прелесть. Так, и насчет бижутерии. Давайте я вам из дома засниму это все дело, как у меня хранится бижутерия, мои органайзеры, и вставлю сюда в видео. Итак, все мои органайзеры у меня в коридоре. Показываю вам святую святых своих. Здесь у меня заколки и машины, и свои. Я их так вот храню. Здесь такие вот резиночки на гвоздики. Органайзеры для косметики. Ну, типичный органайзер периодически появляется в Аюзбире, Биме, Карфуре. То есть, сверху для помад, там для всего. Да, у меня целая куча красных помад от разных фирм. Все их я использую. В общем, косметики у меня много на самом деле. Здесь всякие мелочи лежат для глаз и для румян. Отдельно у меня лежат здесь. То есть, какая у меня революшн. Мне очень нравится последнюю я купила. И вот эта вот фирма в Турции продается. Прямо сильно мне зашла, понравилась. Вот вторая от нее, только так крышка отлетела. Очень классненькие. Здесь у меня все для тона кожи. То есть, всякие хайлайтеры, всякие эти пудры, тональные крема и так далее. Здесь я особо еще пока не придумала, как это все дело организовать. Поэтому так вот пользуюсь. Но мне, в принципе, удобно. Теперь, собственно, где моя бижутерия хранится. Она у меня на нижней полке, как вы видите, хранится. Вот такие вот органайзеры. Продаются в Кочташе, в любом магазине, где всякие продаются эти пластики китайские. То есть, в основном у меня бусы все так и хранятся. Несколько, может быть, неудобно, но я примерно знаю, где что лежит. Так что проблем нет. Сережки короткие, которые невозможно повесить. У меня такая маленькая коробочка. И вот здесь вот все сережки, которые, ну, вот такие вот, коротенькие. Здесь я не храню золото. Золото у меня в отдельном секретном месте хранится. И вот я хочу вам отдельно показать органайзер под сережки и браслеты. На самом деле, очень удобный органайзер, потому что каждую сережку можно вот отдельно повесить. Их у меня очень много бежу, как вы видите. Ну, сейчас я что-то не аккуратно вешаю. Обычно я аккуратнее вешала, то есть, каждый отдельно вот так вот. Вот, посмотрите, не турецкая бижутерия. У меня вот, да, почернело все дело. И с турецкой что у меня здесь? Вот это прелесть. Да, под золото. Куплено, по-моему, в манго. Очень классные сережечки. Вообще не тускнеют. То есть, вот таким образом я храню всю свою бижутерию. Ну вот, надеюсь, вам понравилось. Следующий вопрос. Оля попродробнее про маску для апноэ. Ну, честно говоря, рассказывать нечего. Обыкновенная маска. У нас, по-моему, она синоп называется, что-то в этом духе. Она у нас от фирмы Philips, но на ней написано Made in Turkey. То есть, это сборка турецкая. Маска у нас полностью охватывает лицо. Ну, вот так вот, как на картинке я вам вставлю. Муж говорит, что лучше себя чувствует, но мы еще хотим чисто носовую маску взять. Эта маска прописывается. Можно ее бесплатно получить по инвалидности, но мы ее так и не получили. Что-то долго там копались. Два раза мы были в лаборатории сна с ним. То есть, все вроде как показано, но денег не выделило государство. Мы ее сами купили за 6,5 тысяч лир. Дорого. Вроде как, даже сердито. Есть дороже модели, но ему помогает. Больше, собственно, о ней ничего не могу сказать. Она включается, когда, в общем, дыхание у мужа во сне останавливается временно, и оно стимулирует дыхательный центр. Там вон мои уже выходят из моря. Следующий вопрос. Ольга, насколько долговечно позолота на бижутерии? Ну, имеется в виду турецкая бижутерия. У меня есть некоторая бижутерия, которую я покупала, по-моему, 6 или 5 лет назад. До сих пор ничего не стерлось. Так что я советую турецкую бижутерию, особенно если эти фейковые браслеты под золото, они вообще не стираются. Хорошие, качественные. Так, следующий вопрос. Как вы готовитесь к празднику? Имеется в виду Курбан-Байрам, я так понимаю. Ну, вообще, все турецкие хозяйки сейчас намывают квартиры. Все, в общем-то, гостям. В Мегроси, в других сетевых везде конфеты снова продаются на угощение. Многие готовят баклаву и так далее. По идее, завтра режут Курбан и 3 дня вот гости ходят и так далее. В первый день обычно никто не ходит, если только не по приглашению поесть Курбан. Мы в прошлом году хотели купить Курбан, но у нас денег не было на Курбан. В этом году у нас есть деньги на Курбан, но мы принимаем саксэнду. То есть на этом лекарстве вообще у нас аппетита нет. На мясное вообще какое-то отвращение идет. Поэтому мы не будем ничего покупать. Здесь удобно от Мегроса, от Карфура. Можно заказать 20 килограмм мяса. Но они готовы, уже разделанный Курбан привозят вам 20 килограмм по цене, который по Курбану. То есть оно дешевле гораздо. И таким образом можно и поделиться, и самим заморозить. Мы хотели раньше этим заниматься, но в этом году я не вижу смысла. Мы не съедим столько мяса. Далее вопрос. Спасибо за подробный разбор турков. Это вы пишете на видео, что хочет турецкий мужчина. Расскажите, пожалуйста, можно ли устроиться на работу, куда не стоит и не стоит устраиваться. Меня не интересует пока мужчины. Имеется в виду на данный момент. Хлопот других достаточно. Спасибо за ваш труд. Ой, милая моя хорошая. Я так понимаю, вы мусульманка. Жалко, имени нету. Но я думаю, вы в принципе не устроитесь на работу по типу, например, там, консуматорши. Или чего еще там, каких-нибудь развлечений в клубе, где можно запросто схлопотать, в общем-то, действительно, что паспорт заберут и заставят чем-нибудь другим заниматься. А так вообще, предложений по работе много в Турции. Вам нужно не ко мне обращаться. Я блогером работаю. Я вообще этим всем не интересуюсь. Не ко мне совсем. Вам нужно, во-первых, подписаться на все русско-турецкие группы в Турции. Там, типа, русские в Анталии, русские в Стамбуле и так далее. Периодически в них появляются предложения о работе. То есть, такой-то отель набирает сотрудников. Там, reception, guest relation. Я так понимаю, вы из тюркских народов и, возможно, знаете даже турецкие. То есть, русские есть, турецкие есть. Вот, например, у нас здесь в томатологии на рецепшене работает девочка. Она и турецкие, и русские знает. То есть, вполне можно официально устроиться. Дальше что вам? Вам нужно непременно вступить в группы работа в Турции. Но будьте аккуратны. Если за работу требуют проплатить что-то, скорее всего, это мошенники. Здесь в последнее время очень много мошенников развелось. Но, сами понимаете, очень дорогая жизнь в Турции. Всем все не хватает. И стараются урвать на всем, даже на своих. Поэтому, если за работу требуют заплатить, это, скорее всего, фигня какая-то. Что еще? Вам непременно нужно смотреть на соцпакет, который предоставляет работодатель. У вас должна быть челышма из НИ, то есть, разрешение на работу. Ну, и какие-то отчисления. Если вы долго работаете, по-моему, 5 лет в Турции, то можно подавать даже на гражданство по работе. А так, простите, я не совсем помогу. Следующий вопрос. Оля, добрый день. Скажите, если русская женщина расписалась с турецким мужчиной в Турции, будет ли этот брак признан в России? Ну, весьма странный вопрос. Вы как бы намекаете, что мой брак нелегален, что ли, в России. Все легально. У меня фамилия мужа. Чтобы здесь брак сделать легальным, нужно расписаться в Турции. Ну, то есть, все документы, я не буду их перечислять, все то же самое. Потом, что вы делаете, после того, как брак заключен? Или переводите первые, там, две странички из Айли Джузданы, то есть, свидетельства о браке. Или берете из НИФУСа формуле Б, по-моему, да. А это для ребенка Б. Формуль Б. Его переводите на русский язык, заверяете у нотариуса. Заверяете в консульстве, ставите апостиль. То есть, в русском консульстве. И это уже является вашим свидетельством о браке в России. С этим свидетельством о браке вы возвращаетесь домой. В паспортный стол подаете документы вместе с этим, что вот тогда-то и тогда-то вы вышли замуж. Конкретно в Турции. Вам меняют по этому всему фамилию. Потом вы подаетесь с новым внутренним паспортом на новый загранпаспорт. И возвращаетесь, собственно, в Турцию. Некоторые, кстати, девочки годами не легализуют брак. Ну, потом проще разводиться, да, только в Турции, если что, там забежать проще. И последний, по-моему, вопрос. Ольга, а вы не хотите на канал рекламу начать брать? Ну, это вот на видеоболталке, там, где я говорю, что я 50% своей зарплаты не дополучаю. Не хочу, потому что у меня хотят рекламироваться в основном русско-турецкие каналы. Они все идут, ну, туристические, во-первых. Некоторые хрень, которые несут туристические блогеры, ну, сильно не относятся к Турции. Не могу. Это придется мне каждое видео просматривать. Я, как бы, ответственность за это не хочу брать. Второй момент, почему я не хочу брать рекламу. Пока канал маленький. Может быть, когда он будет такой же, как и предыдущий канал большой. Буду брать рекламу. Третий момент, почему я не хочу брать рекламу, это проблема с оплатой. То есть, многие, ну, не могут лиры нормально отправить. У меня сейчас турецкие все карты. Ну, потому что я ушла с российского сектора. Он мне, в принципе, не нужен. Я лучше уж, раз я резидент Турции, буду на Турцию работать, простите. И здесь сложно оплатить. Все хотят в каких-то переводах и так далее. Оно все проходит, не проходит. Ведь сейчас из-за вот этих всех санкций очень сложно, в общем-то, оплату получить. Ну, и вот такая у нас болталка получилась. Хотела коротенькую записать, все равно длинная получилась. А теперь мы пойдем купаться. Да, Маша? Иди ко мне, родная. Иди, роднуська. Скажи всем привет. Привет. Да, мы сейчас будем учиться плавать, купаться и развлекаться. Собственно, чем занимается простая турецкая семья на выходных. Пока-пока.